Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый Да, всё верно, это программа «Союз нерушимый» 13.10. Приветствуем вас. Ведут программу по традиции Азиз Агаев. Владимир Сметанин. Слушайте, замечательный день сегодня. Да. Не слишком холодный, не слишком жаркий. Вот такое ощущение, что вот таким должен быть май-то. Да. В этом городе есть такое ощущение? Тепло. Ну и тема сегодня нашей передачи, любимая тема Володи Сметанина. Он любит эти темы обсуждать. Не только меня, но и моих коллег. Потому что когда к нам гости приходят, и когда что-то приносит нас вкусненькое, мы потом дегустируем всё-таки все вместе. Да. Все вместе. Но сегодня вот ничего вкусненького нам пока не пронесли. Но может потом... Когда-нибудь будет приглашение. Да, и мы пойдём и попробуем. В общем, обозначаем сразу же нашу тему. Мы сегодня будем говорить о великолепной итальянской кухне. И наш гость... Мы давно планировали эту тему, на самом деле. Давно планировали. Да, просто дело в том, что, собственно, наш гость непосредственный, он ещё и занимается приготовлением этих самых итальянских блюд. И очень сложно найти свободное время в его графике. Потому что он действительно готовит и дарит своё искусство кулинарное людям. Итак, мы сегодня приветствуем Даниэля Франческо. Добрый день. Шеф-повар кафе Паприка. Ну, поприветствуйте по-итальянски нас, всех наших слушателей. Бонжорно. Бонжорно, просто бонжорно. Бонжорно. А если одну человек? Амиго. Амиго. Амичи. Бонжорно, амичи. Итак, готовьтесь, настраивайтесь, слушатели, на то, что мы сейчас будем переноситься на Пенинский полуостров. Да, тем более лето уже наступает. Средиземноморье. Почувствуйте эту атмосферу. Сейчас для моря очень жарко. Очень жарко? Да, примерно 25-28 градусов. И море уже как раз-таки готово для того, чтобы принимать туристов, отдыхающих. Да, да, да. А уничный турист там был. Скучаете? Скучаете? Ну, почти, да. Напомните, сколько вы уже у нас в городе работаете? Здесь? Да. В Кирове? Да. Уже 4 года, да. 4 года. Безвылазно? Без визитов на родину? Без визитов. Ну, бывают визиты. Да, два раза. Два раза? Два раза за 4 года? Ну, не густо. Мало, да? Мало. Ну, нормально. Честно говоря, сложно себя, вот себя лично могу представить на вашем месте, как-то покинуть родную страну, работать, людей кормить в другой стране и в другом городе. У меня конкретный вопрос. Вот сегодня такая замечательная атмосфера. Я имею в виду погода, весна, да, и мы видим, что природа оживает, продолжается этот процесс. Наконец-то и жарко. Жизнеутверждающий. А вот еще для такого поднятия настроения, вот какое бы вы блюдо предложили вот сейчас в обеденное время? Итальянское блюдо, да? Итальянское именно блюдо. Летом, да. Ну, очень свежее блюдо. У нас в Италии кушаем много салатов. С растительного происхождения, да, как раз? Да. Кушаем у нас карпаччо. Карпаччо. Сырое мясо. А, маринованное, маринованное, оливковое масло, лимонное. Типа сионга, карпаччо тоже. Вообще блюдо свежее. Салата капрези у нас кушаем. Вообще моцарелла, помидоры, базилик. Вообще у нас кафе паприка на Ленина 18 уже скоро придумали и скоро будет. Летнее меню итальянское. Да. Новое. Новое, да. Непосредственно вы разрабатываете это меню? Вы лично, да. Но я так понял, что как не придешь к ним туда пообедать, покушать, то Даниэль и каждую неделю обновляет, так сказать, придумывает что-нибудь новое. Да, 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 всегда придумано. Но при этом остаются какие-то постоянные все равно блюда, хиты, что называется, всегда на них клюет. Да. Посетитель, клиент. Ага, хорошо. Ну вот все-таки летние блюда, они отличаются от зимних итальянских? Вот как зимой едят что-то там, а летом уже? У нас зимой там кушаем много паста, итальянский паста кушаем. Можно там жаркое кушаем тоже летом. Жаркое? Да. Можно кушать там суп у нас есть тоже, чечерица суп у нас ест. Как ты так с пренебрежением сказал, что с Даниэльом суп у нас тоже есть. Люби, у нас есть очень много вариантов. Меня недавно один итальянец... Хочешь все, я расскажу все варианты. Меня один итальянец накормил пастой, он сказал, это самая лучшая паста, аль денте. Да, это аль денте. Аль денте? Как? Это недовареные макароны. Почему? Потому что паста варона, он чем варона, живет невозможно, я не знаю, полночки. Не переваривается. Да. Или тяжело воспринимается пищеварением. Да, тяжело пиво. Просто так. У нас всегда паста аль денте. И даже если запить это хорошим итальянским вином, все равно тяжело пить. Да, вино хорошее. Стакан вино хорошее. Стакан вина нормально. Да, вообще. Недовареное, я как-то видел сюжет, это мягко говоря, недовареное. Это просто в кипящую воду окунули на несколько секунд? Он, смотри, надо 8 минут, и все. Ты сделай 7 минут, все, готово. То есть, если написано 8, то надо 7. А если написано 20? 18. А, кстати, собственно, с продуктами, с сырьем для ваших итальянских блюд, те же самые макароны, то, что у нас здесь продается, вас удовлетворяет или вы какие-то специальные поставки организовываете? Ну вот, ты готовишь из наших местных продуктов или из Италии привозите? Нет, я в кафе Паприка сделаю сам пасту. А, сам делаешь? Да, сам делаю пасту. То есть, тесто? Да, да, я делаю тесто, пасту, сам делаю. И потом можно купить в магазин, а лучше домашнюю пасту. Ну, домашнее, это, друг, ну, все, это все. То есть, готовится тесто, раскатывается. Скоро у нас передача заканчивается, пойдем, пасту, пасту, пасту. Да. У нас есть машина специальная, она раскатывает тесто и порезает тесто. Типа, талятеля можно сделать, лазанги можно сделать. И лапша тонкая. В общем, обличают процессы эти. Если вручную все делать, то очень много времени тут уходит на это. Ну, с одной стороны, много времени, но я, честно говоря, вот с удовольствием ем то, что готовит Даниэль и всегда, вот с удовольствием. И если прихожу, то потому что там работает Даниэль. Я очень рядом. Да. Так, хорошо. Что сейчас вот жители нашего города заказывают? Что предпочитают из итальянской кухни? Что больше всего понравилось людям? Вот из того, что ты готовишь, и вот они... Нет, паста очень хорошая. Паста популярная всегда, да? Паста популярная очень здесь. Кушают много, много людей, очень много пасты сделаем. Ну, рыба сделаем здесь хорошая. Люди кушают много. А рыбу в каком виде ты делаешь? Рыбу у нас сделаем там, у нас есть судак, сделаем треска. Вот типа у нас сейчас есть на бизнес-ланч. Я сделаю блюдо итальянские, называется мерлуццо аль карточо. Как это переводится? Карточо, мерлуццо, это по-итальянски треска. Ага. Треска? Мерлуццо? Карточо, это в фальга. А, в фальга. Да, вот, овощи внутри, он готовит как на пару. Да, да, да. Очень вкусно и полезно. А потом чем-то полезно тоже. Украшиваешь или заправляешь? Просто там в столе, поставь в тарелку и фальга окрой. Все, она, все специи замечательные. Понятно. То есть ты до того, как в кальку завернуть, ты эту рыбу приправляешь итальянскими всякими там среднеземноморскими травами. Да. Да. Понятно. Лимончиком там поливаешь. Лимончиком, тимьян, чеснок. Хороший аромат получает. А я сейчас немножко хочу перейти вот так к теории, да, итальянской кухни, как-то к истокам. А почему принято, что именно итальянец, мужчина, находится на кухне? Почему именно он занимается приготовлением блюд? Вот шеф-повар-итальянка, это возможно вообще? Ты видел в Италии шеф-повар-итальянка, женщина? Женщина. Нет, потому что у нас женщины, женщины, короче готовят, да? Да. А просто он дома. Дома готовят. Дома готовят вкусно. Но если ты работаешь в общепите, то тут должен быть мужчина. Я на 23 года работаю на кухне, а в моей жизни, наверное, два женщины не видела на работе на кухне. Все. Они шеф-повар, просто повар. Все. А если муж шеф-повар, и он готовит в ресторане где-то? Он дома готовит? Да. И дома тоже готовит? Ты дома готовишь? Или дома жена? Я готовлю дома, конечно. Жена штук на меня, я готовлю дома. Дети всегда, папа, а ты когда выходной? А, скоро, ну, хорошо, вкусно, круче. Папа придет, приготовит. То есть ты дома тоже шеф-повар? Да. Шеф и жена дома. Дома жена шеф. Дома жена шеф. А ты повар? Я шеф-повар там на кухне, а потом... Ну, как это у нас говорят, жена хозяйка, собственно, в доме, да, следит, собственно, за всеми процессами и организует их, и в том числе и организует своего мужа. А все-таки вот вопрос-то, который, значит, ну, понятно, там пасту, там жаркое, значит, это зимнее. И вот приходит лето, и мы переходим на летнее. Переходим? В Италии переходят на летнее блюдо? Да, конечно. Ну, как в России, да, меню лета. Как в России, макрошка становится популярной, например? Немножко там изменится продукт. Летом нашли, есть продукты, на летом зима есть продукты, на зима. И надо придумать блюда, какие продукты есть на месяц. У нас, я знаю, каждый месяц есть продукты. Какие-то там растения, там, цветочки какие-то, там, и так далее, и так далее. Но это в любом случае предиктовано физиологией человеческой, да? То есть чем жарче, тем нам хочется пищу легче, да, есть, чтобы она переваривалась более быстро, но при этом, чтобы не терялась полезность ее, не терялась полезность тоже, ввиду этого всего, да? Тоже, тоже. Ну, а вот ты все-таки обновил меню, сделал его летним тоже, да? То есть как-то ты, у тебя, у тебя вот отличается меню зимнее от... Здесь, в Киро. У нас сейчас поменялось немного блюда, да, конечно, потому что надо блюда свежее. И сейчас... Ну, имеется в виду там, свежее имеется в виду и там салаты какие-то, там. Да-да-да, салаты, да. Видишь, это салаты капрезе, это свежее. Только летом, летом можно кушать хорошее. И, ой, что будет... Тебе нравится моцарелла, которую делают в России? Задумался, Даниэль. Лучше... Лучше в Италии моцарелла. Лучше в Италии. Ну, понятно, многовековые традиции. Больше лет это есть, и это кушаем. Да, то, что есть, то и кушаем. Да. Даниэль, а вот такой тоже еще теоретический вопрос. Основные продукты итальянской кухни. То вообще, на чем основывается вообще итальянская кухня. Базируется. Да, базируется. Если в России, то, ну, традиционно. Картофель, крупы, мясо. Да. Ну, пожалуй, все. Все. Основное. Ну, капуста. Ну, капуста, да. Капуста, да. Овощи. Сейчас в России много продуктов. Нет, я имею в виду русскую национальную кухню. Вот она такая. А вот русская это картошка, мясо, крупа и вот капуста, там, овощи, да, какие-то. И капуста. А вот итальянская основные, главные. Главные продукты. Их можно варьировать, по-разному сочетать. Вот главные продукты. Паста, у нас есть паста, пицца, салат, у нас куша много, рыба, много, куша. А рыба почему? Потому что из двух сторон моря, как бы, Италия, с трех сторон. Потом надо, смотри, какие месяцы в Италии. Я из Сицилии. Сицилия. Там рыба общая. Каждый день. Каждый день и много. И не надоедает. Нет. Как Сицилию, кто скажет, я вспоминаю, как меня кормили черной пастой. Ну, вот эта каратица. Да, 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 с каракатицей. Очень вкусно. Очень вкусно. Она делается черной пастой, ну, раз уж заговорили, из какой-то темной муки или что? Нет. Каракатица перемешиваю. А, каракатица, точно, да. Мы рассказывали, да. Это очень вкусно. У нас есть один сыр, называется рикотта. Это сицилийский сыр. Да, рикотта есть. Мягкая рикотта и твердая рикотта. Сделали это рикотта твердого. И на пасту. На пасту. Все. Прекрасно. У нас есть паста а la норма. Это что такое? Вот, это томатный соус, помидорный соус, базилик, меланзани, это багажан. Да, да, да. И это рикотта. Это классическое блюдо. И ты здесь делаешь такой соус? Нет, не сделаю. Еще нет. Скоро будет, меланзани и свежие томаты. Скоро будет. Работая здесь, Даниэля, возможно, вы какие-то новые продукты, новые рецепты, какие-то нюансы из русской кухни почерпнули? Или вы все-таки, простите, такую девственность итальянской кухни блюдете и ничем не нарушаете ее? Или что-то взял из русской кухни? Да, мне кажется, ведь шеф-повар, это тоже творчество. Я смотрю, какие продукты есть в России. И придумал блюдо. То есть сам придумываешь? Я всегда сам придумывал. Ну, ты берешь какие-то итальянские и добавляешь русское? Я беру идеи итальянские. Моя идея. Например, что за это время такого нового родилось из сочетания продуктов с родной итальянской кухней, русской кухней? Приходи, попробуй. Приходи, попробуй. Ну, наверняка ведь есть такое, да? Наверняка есть такое. Да. Еще меня вот такой вопрос интересует. Даниэля, можно ли приготовить какое-то удивительное по вкусу, по внешнему виду, по запаху блюдо из очень ограниченного количества продуктов? Из скромных таких продуктов? Когда мало продуктов, но вкусно и, конечно, запахом. Ну, расскажите поподробнее. Я скажу так. Германия, я в жизни 6 лет в Германии работаю. 6 лет. Тоже поваром. Там тоже шеф-повар. Когда ты приедешь первый раз в один рабочий месяц, начальник, директор отдали 5 продуктов. 5 продуктов? Да. Можем перечислить, какие? Хорошо. Он скажет тебе, надо сделать. Какие продукты? Любой продукты. Любой продукт. А, то есть выбрать 5 продуктов? Да, да, да. Он скажет тебе, надо сделать суп салата второй. То есть из 5 продуктов одинаково? Да, да, да. Ты хороший шеф-повар, сделали блюдо. Поравится работа. Ну? То есть не понравится, иди гуляй. Не понравится, да. Это так там. Ну, у вас, видимо, получилось. Да, конечно. Приготовить, раз в 6 лет отработали в Германии. Ну, а ты из русских продуктов, вот какое тебе больше всего нравится? Так, капуста, как продукты, неплохо. Капуста белокочанная. То есть не китайская, белокочанная. Можно много-много блюда сделать. Суп, салат, второй. Много блюда можно. Это как в армии, да, на первое капуста с водой, на второе капуста без воды, на третье вода без капусты. Ну, что-то такое, байка есть. Потом, что там, у нас есть греча тоже, да? Греча, да. В Италии гречи нету, насколько я знаю? Есть. Используют итальянцы гречу или не используют? Используют. Используют, да. Есть. Так, греча, капуста. Греча, капуста, потом... У нас есть, короче, что... Можно мясо тоже. А крупы какие-то, вот те, которые у нас используются? Ну, чечевицу называют. Чечевицу. А еще какую? Посмотрите, овсянка еще есть, например. Пшенная крупа. А я просто не знаю по-русски. Аналога итальянского слова не называют. У нас есть лентики. Это не знаю, это черные, маленькие. Я запомнил по-русски. Фасоль? Нет, фасоль тоже. У нас тоже фаджоли. Черные, маленькие? А, а у нас нету черных маленьких. Да, есть, почему? Нет, ты имеешь, ну, как камушки такие, они горькие. Это как горькие, почему? Потому что они меньше готовят. Не-не-не, у нас не используют их. А итальянцы используют, конечно, вовсю. И это очень вкусно, кстати. Можно просто есть. Как называется-то, я чё-то не услышал. Я по-итальянски что-то не знаю. Здесь чечевица есть, потом... Но используете это? Да. В любом случае, да? И здесь кафе паприка нет. А, здесь не используете? Нет. Почему? А, нету продукта такого? Пока нет. Пока нет. Не дошло? Нет. И потом здесь у нас много свинина гороши. Еще вкусно тоже. Я здесь баранин. Баранин, они не очень... Не можешь найти баранину хорошую? Почему? Они не очень. Ну, вот, да. Вообще никак найти баранину с ней сложно. Или очень редко удается? Да, можно либо, не знаю... Надо договариваться. Да. А у меня предложение. Мы же через две недели будем говорить о параде дружбы народов. Да. Там же будет традиционная борьба. Да. И там будет баран. У нас надо... Даниэля предлагаем поучаствовать. В этом турнире, чтобы выиграть барана. Чтобы выиграть барана. Да. Тогда угостите своих посетителей. Хорошо, давайте сейчас немножко передохнем. У нас рекламная пауза. Мы вернемся через две минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Да, программа «Союз нерушимый» и ведущий Азиз Агаев. И Владимир Смитарев. Да, и наш гость замечательный, Даниэль Франческо, шеф-повар кафе «Паприка». Мы тут и в перерыве активно задаем вопросы. Да. Интересуемся. Про пиццу-то поговорим или чуть позже? Нет, давай поговорим. Вот я хотел спросить. И про пиццу тоже поговорим. Если успеем. Слишком много вкусных вещей, чтобы поправиться. Я просто сейчас пытаюсь выяснить, сколько разновидностей пиццы существует. Несколько десятков. Я вот смотрю на список, который попался передо мной. А вот специфически ты же все-таки сказал, что ты проболтался, что ты с Сицилией. А вот специфически какое-то блюдо, которое сицилийцы изобрели, и в Италии все любят именно это блюдо. Вот у нас есть одно блюдо, называется, надо хорошо шлишь, сарделли абекафико. Абекафико? Да, правильно. Сарделли абекафико. Значит, это два сарделли в филе. Хорошо. Надо сделать начинку. А из чего начинку? Изюм. Изюм? Да. Неожиданно сладкое. Да. Изюм. Орехи. Орехи, я не знаю, как можно сказать по-русски. Фундук? Маленький. Маленький, да. Фундук. Да. И сухаря. Сухари? Сухари, да. Соль, перец, петрушка. Потому что на Сесилии очень много петрушка кушаем. Вот. Оливковое масло. Сол помешаем. И сделаем начинку. Так. Перемешаешь? Да. Все это перемешиваешь там, да? И сделаем начинку. На это два сарделли. А сколько высотой начинка должна быть? Не знаю. Сантиметр, полсантиметра? Да, сантиметра, не больше. Не больше, да? Потом друг от друга сарделли и мука, яйцо, панировка. А, панировка. Так, так, так. И жарим. Обжаривается. Обжаривается. На оливковом масле? Нет. На растительном масле. На растительном, обычно. Не очень много. Обжаривается с двух сторон. Да, с двух сторон. И? Кушаем. И все. То есть, а долго жарится оно? Нет. Четыре минуты посторонним. А тогда сарделли сырой остается. Почему? Сарделли, это рыба очень быстро готовится. Быстро готовится. Несмотря на то, что панировка сверху, она быстро готовится. Вот это. Там получается крюста, что там. Еще раз. Сарделли а-ла... Бекафико. Сарделли бекафико. Можно смотреть на интернет и показывать. А это праздничное блюдо, повседневное блюдо? Это сессиянское блюдо. Ну, повседневное? Каждый день? Или на особый случай? Можно каждый день. Это можно летом, можно снимать. Итак, друзья, если вы собираетесь в Италию, не забудьте сарделли а-бекафико. Выучить это слово. А-бекафико. А-бекафико. Сарделли а-бекафико. О, правда. Очень много. Да, запомнить. У нас есть еще одно блюдо с овощами, типа, баклажан. Баклажан. Да, самый лучший овощ. У нас называется баклажан а-ла пармезана. Это у нас пармезан, знаешь, да? Пармезан. Оно с сыром, что ли, баклажан? Да. С сыром, пармезан. А-га. А там надо жареный баклажан. Так. Как тортик. Да. Знаешь, тортик? А, надо баклажан. Да. У нас потом наверху сделаем соус. Слоеный. А, слои, получается. Слоеный. Вот, слоеный. Соус. Соус. Томатный соус. Так. Потом ветчина сделана в руку, да. Яйцо вареное. Базилик. Угу. Пармезан. Еще раз. Баклажан. И... А, повторите опять. Да, три, четыре, четыре. И оно большое бывает, и как торт, да? Да. Большой торт. Потом наверху яйцо разбить. И пармезан еще. Запекается. 15 минут, 20 минут. Ну, я чувствую, так плотненько получается. Это хорошая куша холодная. Ну, это можно человек 10 накормить. Ну, можно 10. В зависимости от того, да сколько ингредиентов заложить. Есть в противе и сколько. В зависимости от размера противня, да? А есть вот в Италии такое блюдо. Ну, вот его надо готовить. Ну, возможно, на какое-то ритуальное. Вот надо по какому-то поводу, но оно не слишком вкусное. Не слишком вкусное. Да. Вот его надо бы, потому что вот такая традиция. Например, на свадьбу или на еще что-то там готовят, но невкусно. Не бывает такого? Бывает. Бывает почему. Бывает. Бывает. Почему? Все человека по-разному. Ну, куша, может быть, 10 поравится. А почему ты спросил про невкусное блюдо? Я что-то удивлен даже тебе. Ну, вот я знаю, например, да, вот, например, когда там упоминают усопшего человека. Есть там, да, особое блюдо, но они... Человек, который умер, его упоминают когда. Да. Но оно вот, оно особыми вкусовыми качествами-то не отличается. Вот есть такие блюда в Волоскокуре, где там специальным образом там кисель, например, варится. Есть, есть. А в Италии есть блюда, которые связаны с тем, что вот обязательно надо, когда человек умер, готовить? Нет, у нас это традиция не... У нас, когда человек умер, вообще не кушают. Вообще не кушают. Вообще не кушают. Просто помолились. Да, все. И все. И не кушают. Все. Просто ждем там один день, один ночь. Никто не спит, никто не кушает. Все. И такого понятия, как, собственно... Помянуть Усопшего не существует. У нас другая традиция. Другая культура. Ну ладно, мы что-то как-то взгрустнули тут. Я вообще сейчас поймал себя на мысли, почему мы с сицилийцем говорим о кухне, а не о криминальной сицилийской мафии. О чем мы разговариваем вообще? Ну давайте про пиццу-то все-таки у нас несколько минут остается. Ну вот да, потому что все, когда говорят Италия, все сразу Италия, это пицца, вино и я не знаю. У нас в Италии пицца, когда кушают пиццу, попьем пиво. Нету вино. Да? А почему? Именно с пенным. У нас так. То есть пиццу надо пить. Пиво. Есть с пива. Да, с пива. Солнечко, хороший человек так кушает. У нас типа обеда пицца не кушают. Только вечером. Пиццу только на ужин. Да. Обеда нет. А на ужин только одна пицца или какие-то еще другие? Или еще что-то. Нет, обеда вечером, потом можно кушать пиццу. Просто в Италии обеда не продал пиццу. Не продаем пиццу. Потому что человек не кушает. Понятно. Я, кстати... Не знаю почему. А что кушают на обед? Пасту. Паста, салат, мясо, овощи быстро кушают. На обед быстро кушают. На ужин можно часа четыре посидеть. Пять. На ужин приходят восемь часов и до часу ночи. Все едят. У нас в Италии вечером кушают. Восемь, девять вечером кушают. Восемь, девять вечером. У нас все-таки позовет уже считается. Это другая... Я в гости тут ездил. И вот мне было сложно, между прочим, с этой точки зрения. Потому что я уже в восемь часов я уже есть хочу. Восемь утра или вечера? Ну, в восемь вечера. А, вечер. Восемь вечера. Они говорят еще... Итальянски. Они говорят, кто ходит в восемь в ресторан? Ты что? Идут в ресторан, в лучшем случае, в девять часов. Ну, это тоже считается рановато, да? Это еще рановато нам. И последнее блюдо приносят в час ночи, когда уже... В час ночи. В час ночи. Боже мой. А я не могу. Я уже... Врачи-диетологи тут с ума сошли, наверное. Я уже сплю в это время. А вот... Это так, да? Да, такие сложные... Но иной, да, иной распорядок жизни. Это понятно. Все-таки иная атмосфера, да. И традиции. Кстати, что касается пиццы. На самом деле, я не ожидал, что у пиццы такая древняя история. Многовековая. Пицца, пицца... Много лет назад. Да, мне энциклопедия выдала историю о том, что изначально пицца появилась... Ну, вот когда-то там, да, древние правители на хлеб что-то накладывалось, на испеченный, на готовый хлеб, там разные ингредиенты. А потом все-таки придумали как-то на тесто накладывать эти ингредиенты и запекать это все. Так? Дело-то было. Я знаю по-другому. Я знаю, да, пицца... Женицы родились там, когда была, как говорится, королева Маргарита. Пицца, она есть на поваре... А есть такая пицца Маргарита, да? Да, он, если это поваре, придумал, это пицца. Пицца просто соус... Он так и называется, Маргарита. Соус и моцарелла. И так на... Здесь вот эта пицца и пицца Маргарита. Вот, знаете, в последнее время пицца, ну, в том числе у нас в городе, она в некий штамп превратилась, да? Если сидит компания, что закажем? Закажем пиццу. Что будем есть? Куда пойдем? Давай в пиццерию сходим. Вот это нормально, на ваш взгляд, как вот человека, родившегося в Италии, собственно, носителя этой культуры-то кулинарной? Нормально, вполне? А как вам кировская пицца? Ее сейчас многие ведь готовят. В торговой точке. Пробуйте, вот, для того, чтобы сравнить, как-то не знаю. Какая пицца самая лучшая? В Кирове. В Кирове. Нет, в Кирове хорошую пиццу готовят вообще? Вот если говорить так в общем. Да, я... Невозможно. Только скажи, моя пицца самая лучшая. У нас самая лучшая пицца. Есть много пиццы. Есть пицца тонкая. Есть пицца торт. А толстая пицца вообще должна быть? Да. Я вот не могу есть толстую пиццу. Только тонкую пиццу, я могу. Только тонкую, только горячую. Только горячую. Свежую только вот. Только горячую пиццу. Непосредственно вот, которые вы... И я не знаю, есть там много пиццерий, я сделаю по разным пиццам. Что не знаю, кто сделал лучшую пиццу, кто не лучшую. Я знаю только, а у нас в Кафе Паприка сделаем лучшую пиццу. А ты сам как у любишь? Это не реклама, это... Да, да, да. Я тонкую. На наш взгляд объективные данные. Тонную любишь, да? Тонную? Я тонную люблю. А, то есть ты любишь пиццу тонную? Я люблю тонкую. А, тонкую? Нет. А из чего ты любишь? Вот чтобы что было внутри? Снаружи же скорее. Как карбаса. Докторская. Овощи просто. Ну вот, да. С мясом просто. Как вообще. Я люблю пиццу. Просто пиццу любую. Не, ну у меня вот есть предпочтение. Я люблю там квадроформаджо, там фрукты дольмары. Фрукты дольмары, да. Мойской продукт, да. Да, вот как бы овощи тоже с большим удовольствием. А, четыре сыра вы имеете в виду? Вот я смотрю, там мне подскажут. С четырьмя различными сортами сыра. Да, да, да. Очень вкусно. А что такое пицца четыре сезона, квадро... Квадро саджоне, да. Квадро саджоне, да. Это там разные. Весна, да? Да, весна, лето, осень, зима. А, смотрите, весна, оливки, лето, салями, осень, помидоры, моцарелла, зима, грибы, горёные яйца. Ничего себе. Очень здорово получается. У нас на самом деле истекает уже время. Мы опять про вино не поговорили? Про вино не поговорили. У нас была программа, посвящённая испанскому и грузинскому, да? Да, было. А вот итальянскому... Даниэль, вы как в... А, Египте тоже было? Не-не, вы как в вину-то? А, в вину. Вы как в итальянском вине? Мы так с прицелом на следующую встречу с вами хотим спросить. Хорошо разбираешься в итальянских винах? Вино? Да. В Италии? Ты понимаешь, ты понимаешь в вине? Ты можешь с нами поговорить про вино? Конечно. Хорошо. Всё. Договариваемся. Даниэль Франческо, шеф Поро в «Кафе Паприка». Следующую передачу, ну, вернее, одну из следующих передач посвятим культуре, собственно. Каким вином он угощает свои насилия. У нас есть много виноград. Да. Спасибо большое. Быстро пролетело время. Ещё раз напомню, что через две недели, накануне, собственно, парада «Дружба народов», мы как раз-таки об этом событии поговорим. Да, будем встречаться и разговаривать. На этом всё. Это будет девятое число, кажется. Это будет девятое число. О, об этом мы отдельно скажем. Там у нас именинники будут в студии, хочу я сказать. Спасибо, Даниэль, удачи. Спасибо большое. До свидания всем. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ